Наши пациенты, это пациенты детской поликлиники в возрасте от рождения до 18 лет, согласно приказу от 23 октября 2019 года номер 878 об утвердении медицинской реабилитации для детей. У нас открылось отделение медицинской реабилитации и к нам поступают пациенты уже с уточненным диагнозом. И организуются уже реабилитационные мероприятия и происходит маршрутизация по нашему отделению. В состав нашего отделения входит кабинет аппаратной физиотерапии, теплолечения, больного лечения, кабинеты ЛФК, массажа. И с гордостью могу сказать, что в феврале этого года уже открылся кабинет галлотерапии, это галлокамера. Так как наше отделение, оно находится на базе детской поликлиницы по адресу Говорова-10, Однако в наше отделение входят также физиокабинеты и кабинеты массажа, которые находятся в поликлинике Трехгорки и восьмом микрорайоне. Галлотерапия – это метод лечения искусственным микроклиматом, который создан на основе естественных солевых пещер. И основным действующим фактором лечения является сухой асептический воздух, в котором с помощью генератора, галогенератора, вдувается аэрозоль хлорида натрия. И там высокодисперсный аэрозоль, то есть там от 1 до 5 микрона. И при вдыхании вот этого аэрозоля происходит проникновение хлорида натрия во все уголки дыхательной системы. Сам аэрозоль хлорида натрия, он имеет значительный отрицательный заряд, а слизистая легочная ткань имеет положительный заряд. И вот проникает туда, она оседает на слизистую дыхательных путей и забирает оттуда влагу. Тем самым уменьшается отек легочной ткани, очень хорошее воздействие на вязкость мокроты. То есть мокрота становится менее вязкой, легко отходит и уменьшаются приступы чихания, кашля. На эти процедуры мы берем в основном детей с легочной патологией. Это острые пневмонии в стадии рековолюсценции, острые бронхиты, абструктивные, неабструктивные, также в стадии рековолюсценции. Бронхиальная астма дает хорошие результаты, причем тут при прохождении именно галлокамеры дает стойкие ремиссии от 6 месяцев, есть работы до 3 лет. Очень хороший результат имеется в лечении в галлокамеры при патологии кожи, атопической дерматике, псориаз, кинемичковые заболевания, гиперсекрет сессальных желез, заболевания флор, патологии аденоиды, весенний боленоз. То есть если пациенты направляют с узкими специалистами в наше отделение, уже врач-физиотерапевт, врач физической революционной медицины выставляет революционный диагноз, составляет индивидуальный план. И в течение 10 рабочих дней пациенты наши маленькие проходят вот это лечение, которое очень эффективно дает прекрасный результат. Эти пациенты, вот то, что вы описали, это риносинусит, весенний боленоз, они направляются к нам пульмонологам, аллергологам. И есть много физиотерапевтических процедур, например, электрофорезы мы можем делать в области носа. Тем самым мы уменьшаем отек слизистый, улучшается проходимость воздухоносных путей. И когда уже наступает некоторая ремиссия, мы можем и галлотерапию тоже назначить. В острые периоды всегда нужно медикаментозным лечением помочь. А потом в стадии реконолесценции уже происходит прохождение пациентов в нашем отделении. И могу сказать, не надо ждать, чтобы шло обострение. Можно до этого как бы подготовить организм. То есть перед вот этими аллергическими реакциями пациенты могут приходить к нам на галлотерапию. Потому что прохождение вот 8-10 сеансов дает очень хороший гипоаллергенный эффект, иммуностимулирующий, седативный эффект. То есть организм подготавливается при встрече уже с этими аллергенами, и реакция будет намного меньше. И эффективность лечения тоже повысится впоследствии. Если правильно подобранные вот именно дополнительные помогающие пособия по уходу и при удержании ребенка, то есть не нарушается осанка ребенка именно этого возраста. Поэтому нужно покупать более качественно и выбирать. Несмотря сейчас на рынке очень много разновидностей, и мамочки могут и не понять, что нужно выбрать. Я бы от себя рекомендовала детей долго в таких пособиях не держать. Потому что мышечная система детей, она еще не готова к тому, к вертикализации. Она не готова к тому, чтобы вот держать позвоночник в вертикальном положении. И поэтому долго не надо носить. Но есть качественные, которые с опорой и рассчитанной на возраст, нужно обязательно учитывать и вес ребенка. Потому что ребенок должен себя чувствовать комфортно в таких приспособлениях. И самое главное – это нагрузка на позвоночный столб мамочки. Потому что она уже, ну, позвоночный столб, он рассчитан на то, чтобы она себя держала. Плюс еще наши детки, которые от 8 до 10 килограмм еще могут быть. И там могут быть нарушения уже и осанки мамы также. Сейчас очень много пациентов с плоско-валькусной стопой. И в стопе нашей, и во взрослой, и в детской находятся две дуги. То есть это продольная дуга и поперечная дуга. Изначально ребенок, когда маленький, есть уплощение этих дуг. Это физиологическое. Но прямо сразу одевать ортопедическую обувь я не рекомендую. Я всегда смотрю индивидуально. Нужно посмотреть на стопу ребенка, на паттерн шага. То есть как он передвигается. И обязательно нужно это сравнивать с возрастными особенностями. Потому что наши пациенты, это во взрослой практике стандарты есть. А у нас дети. И всегда учитывается и возраст, и период роста, и вес. Что касается ортопедической обуви, нужно выбирать такую ортопедическую обувь, которая будет восстанавливать биомеханику стопы и восстанавливать паттерн шага. Потому что стопа – это фундамент нашего организма. Если идут нарушения в стопе, вот эти нарушения, они могут прямо давать нарушения. И в коленных суставах, в тазовых суставах приводят к нарушениям осанки. Есть работы, которые подтверждают, что приводят и нарушения прикуса детей. Да, это очень много американских исследователей, которые вводят коррекцию в стопе данного пациента. И прямо демонстрируют, что у этих пациентов изменяется прикус. На приеме, когда дети проходят, не только в подростковом периоде, но уже начиная с 4 лет, я вижу и нарушение осанки. И этому предшествует напряженность мышц шейно-воротниковой зоны. Потому что, когда они сидят с гаджетами в телефоне, они тем самым напрягают все мышцы шейно-воротниковой зоны, мышцы спины, нарушается осанка, они сидят неправильно. И тем самым усугубляются все эти нарушения. Поэтому, насколько возможно, если меня слышат родители, я и на приеме говорю, нужно отвлекать их. Каждого ребенка, я верю, что можно отвлечь, если заниматься им индивидуально. То есть нужно их отвлекать от гаджетов, привлекать к физическим правильным упражнениям, ходить на лечебную физкультуру. Вообще на физическую физкультуру в школе. Не надо избегать, чтобы они не ходили. А если не получается, вот я даже подросткам, у которых не только нарушение осанки, там идет сколиоз, и вытекающие из этого много последствий, превышение массы тела, я всегда говорю, начинайте ходить. Потому что ходьба – это очень хороший метод разогнать всю кровь, и мышцы начинают сокращаться. Если мышцы сокращаются, то бывают пациенты приходят, говорят, после ходьбы у нас даже настроение улучшается. Я всегда говорю, что нужен индивидуальный подход. В зависимости, у ребенка какие отклонения. И потом, когда ребенок поступает в наше отделение, даже если есть рекомендация массажа и лечебная физкультура, мы всегда на приеме устанавливаем показания, противопоказания. Потому что иногда и даже часто бывают противопоказания. Ведь массаж – это что? Массаж – это не только разминание мышц. Это прилив крови к сердечно-сосудистой системе, к голове. Поэтому нужно обязательно учитывать состояние данного пациента, а потом назначение делать. Что касается лечебной физкультуры, например, для профилактики плоско-вальгусных стук можно хождение по неровности. Иногда пациенты говорят, ребенок все время дома ходит босиком. Но это не хождение по ровности. Он ходит по ламинату, либо по другим покрытиям. Например, вот сейчас лето, бывает на даче. Если, конечно, вот ходить по травке чистой, конечно. Можно ходить по массажному коврику. Я всем почти даю вот эти упражнения. То есть 10 минут утром, 10 минут вечером хождение, даже прыгание на массажном коврике. Есть пациенты, которым говорят, мне лень. Я говорю, давайте вы 10 минут потанцуйте, снимайте видео, подросткам это очень нравится, и приносите мне, показывайте. Вот у меня уже есть несколько вот таких видеосъемок, они приносят, чтобы вот эти все упражнения приведут к тому, что мы будем как бы улучшать кровоток и усиливать стопу. То есть мышцы в тонус будут входить. Я сама как бы из семьи врачей, и я другую профессию не представляла себе. В должности я изначально была педиатром, а потом я стала врачом-радиологом. Это 17 лет я работала врачом ультразвуковой диагностики. После этого уже я перешла в физиотерапию, медицинскую реабилитацию. У меня, честно, была проблема с рукой. И мне хотелось понять, насколько можно эту проблему решить. И я усугубилась в физиотерапию, а затем и в медицинскую реабилитацию, чтобы как бы проблему понять изнутри, испробовать на себе. И я поняла, что все можно преодолеть. И физические упражнения, если сделаны правильными, если можно будет применение всех в пределах допустимых нормативов, можно получить достаточно большие результаты. То есть я ушла в эту профессию, чтобы помочь себе и другим пациентам. Очень радует то, что когда, например, маленькие пациенты после наших реабилитационных мероприятий приходят и они с улыбкой, и мамочке дают положительные отзывы о том, что помогло, что ребенок начал лучше ходить, стабилизация походки, восстановление биомеханики, стоп, паттерн шага восстанавливается. Есть дети, которые начинают более ровно сидеть. Им уже нравится, они вовлекаются в этот процесс. Потому что когда назначаем, например, тоже лечебную физкультуру, я всегда им говорю, вот вы прошли курс, но вы продолжаете. В течение двух-трех месяцев делайте дома, потом возвращайтесь, я буду смотреть, есть результат или нет. Чтобы была какая-то ответственность даже детей перед тем, что они должны укреплять свой мышечный кассет. Удовлетворение в том, что есть положительные результаты. Ну, мне кажется, я вот упомянула, что я из семьи врачей, ты не выходишь на работу. Но у меня телефон всегда включен, и я всегда готова помочь, если это я в досягаемости. Я слежу, и мне очень интересно все новое. И если есть результаты, которые уже лабораторно подтверждены, например, хотя бы в течение пяти лет, и можно это применять на детей, тогда можно внедрять. Потому что самый главный кредо не навредить. А то, что современные технологии тоже развиваются, это очень радует. Например, мы вот ждем, чтобы у нас были аппараты механотерапии. Очень хорошие результаты дают и во взрослой практике. И они дают восстановление после переломов, после контрактов. То есть бывают детки, которые после переломов уже гипс сняли, мы лечение провели. Но у них есть боязнь наступить на ногу. Объективно он должен наступить, но психологически ему сложно. Вот такая современная аппаратура может ему помочь. То есть берет на себя ответственность того, что... Я им объясняю, даже простой ортез, если они одевают, я объясняю, что этот ортез берет на себя ответственность и функцию тех мышц, которые были повреждены, либо которые сейчас не работают. И психологически это помогает им делать первые шаги и в дальнейшем разрабатывать и увеличивать объем движения в суставах. Ну, планы. Мы хотим развиваться. Насколько возможно и наши медсестры, и врачи, которые входят в состав нашего отделения, по возможности, предоставленным государственными учреждениями, будут проходить усовершенствование, потому что сейчас очень большие площадки для усовершенствования, очень интересные программы внедрения и в детской, и во взрослой реабилитации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова